Друзья, всем привет! Начинается мой новый цикл путешествий по Турции. Я опять оказался в Турции год спустя. На самом деле я должен был приехать сюда на своем автомобиле. Он у меня уже даже готов почти. Там остались какие-то заключительные штрихи, но, к сожалению, я не смог на нем приехать. В России началась мобилизация, и были страшные пробки на границах с Россией и с Грузией. И вообще с Россией и с Казахстаном везде там были очень длинные, большие, продолжительные пробки. Я подумал, что если я встану в пробку, это путешествие не будет доставлять мне удовольствия. В этот раз я арендовал Тойоту. Это гибридный автомобиль. Тойота гибрид. Мое приключение продолжается вот именно как раз в том месте, где я его заканчивал. Вот я здесь развернулся как раз в прошлом году. Как раз в то же самое время я здесь был. Здесь еще дождик шел. Вот мы проезжали вот эту гору с вами. И если сейчас прямо туда поехать, там будет Олимпос пляж вот этот с черепашками. Там будут с правой стороны вот этот вот Олимпос античный город. И вообще на самом деле вот в этой части очень много античных всяких мест разных интересных. Туда если подняться, там даже на горе есть античная какая-то замок, крепость. Ну это такое место, которое богато на всякие разные достопримечательности античные. И мы сейчас едем смотреть гору. Гора здесь есть Химера. Это гора, на которой воспламеняется газ природный. Вот как раз вот здесь вот было вот это вот место Олимпос, которое мне понравилось. То есть очень сильный такой затерянный ряй с красивым пляжем, с черепашками, с людьми спокойными. Европизированная такая часть Турции уже начинается, потому что мы подъезжаем все ближе и ближе к Греции. И здесь уже совсем рядом Европа. Вот здесь вот в Олимпосе один из отелей мы заехали какой-то. Или отель, или еще что-то типа этого. Может это частная территория. Ну в общем вот здесь павлин живет. Если прямо туда проехать, то там будет пляж. У них здесь вот машины стоят времен Второй мировой войны павлины. Состояние так себе у машин, но все равно мотор даже есть мирова. Очень интересно. О, кошек драка. У них здесь какие-то любители птиц всяких разных. Ну на самом деле это место такое интересное, как заброшенный какой-то рай. Очень много зелени. Всякие разные деревья растут, всякие разные птички. Вон там еще лохматые какие-то курицы у них здесь. Я не знаю, что это за курицы такие лохматые. Но здесь много всяких разных птиц. А вот это собственно и домики как раз гостевые, в которых останавливаются гости. Обычно такие отели встречаются где-то в Таиланде, где-то в тропиках. А в Турции я первый раз встречаю, чтобы прям вот такой вот отель был заброшенный. Вот это вот тоже похоже на гостевой домик. Прям возле пруда. А здесь рыбы, карпы. Это же эти японские карпы, по-моему, золотые карпы. Их здесь просто немерено. Я даже не знаю, они кишат здесь. Так, продолжаю. Вот, рецепшн. Чтобы пройти на рецепшн, нужно, короче говоря, здесь целый квест по лесу. Вот. Вот это либо тоже гостевые дома, либо у них этот. Но место удивительное. Оно мне сразу понравилось. У меня есть видео. Поищите где-то, где турецкий плейлист. Там есть видео, Олимпас называется. И вот, вот вы, вот представьте себе, вот тут курицы. Вот здесь вот сразу вы обедаете, сидите. Там море. Нарабан. Нарабан. Мои растут. Кстати, я про этот пляж тоже снимал. Это вот пляж, про который я рассказывал. Где откладывают черепахи яйца. Олимпас Лодж это место называется. Вот. Вот так это место называется, этот отель. А я хотел подняться туда. Там где-то есть замок или крепость или что-то типа этого. Тоже такое античное, древнее. Прямо на скале. Если так объехать, 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 там есть Олимпас. Развалины такие большие. Олимпас. Античный какой-то такой город, руины. И, в общем, оттуда, скорее всего, можно попасть. Вот в прошлом году я там приходил, гулял. Там автодома еще стояли. Но я вам могу сказать, что вот сейчас конец декабря, 18 декабря. И вот есть люди, которые пришли в купальниках даже. Загорают. В принципе, погода позволяет. Около 20 градусов. Ну, солнце такое активное светит. И можно даже позагорать. Здесь очень много отелей. Прямо есть вот на берегу которые отели. Но вот этот отель, он прям весь в зелени утопает. Ой, здесь еще и собака есть. В этом отеле. Ага. Написано, что for guests only. Вот такие красивые у них здесь номера. Прямо есть, которые с выходом на море. Велосипедики. Вот как раз павлин, про которого я говорил. Да ладно, что ты? Спой, птичка. Вон их двое здесь. Я уже третьего павлина здесь вижу в этом отеле. Вот здесь двое. И там еще был один. Удивительное место. И что самое интересное. Вот здесь вот собаки у них ходят. И собаки павлинов не съедают. А по-моему, эта собака, это собака гостей. Она здесь вот, это ее дом. В общем, вот эти номера, они все сейчас реконструируют, ремонтируются. Их, короче говоря, сейчас ремонтируют. Их нельзя здесь поселиться. Но можно поселиться вон там, где мы только что были. Где мы павлинов видели. Там стоит одна ночь, одна комната, только с бракфастом, стоит 340 евро. Вот у вас будут цицарки, павлины гулять. 300 евро, одна ночь, с завтраком только. Только с завтраком. А, ну вот, все, мы сейчас здесь выйдем на парковку. Интересный, конечно, очень отель. Вот он, павлин, опять. Видите? Спой, птичка. Турция от каждый день меня чем-то удивляет. Что-то я каждый день здесь удивительное встречаю. Парк, государственный такой, government park. Я думаю, сюда можно приехать на автодоме или на какой-то своей машине и вот прямо остановиться где-то здесь, заночевать. Вот здесь мусорные баки есть. Скорее всего, есть туалеты всякие разные. Вся инфраструктура для того, чтобы можно было здесь провести время. Вот Янарташ, это как раз куда нам надо. Километр целый мы будем идти. Вот здесь вода. Можно воду набрать. Нужно идти один километр. И вход стоит один доллар с человека. Пламя. И здесь вот написано про вот эти вот газы, которые оттуда выходят. И, в общем, все, что здесь есть. Через каждые 50-100 метров здесь стоят вот такие вот баки мусорные. Дорога очень чистая. В принципе, очень удобно идти здесь. Либо ступеньки, либо как-то все выложено, почищено. Поэтому, в принципе, любой сможет здесь подняться. А альпинизмом, скалолазанием здесь не придется заниматься. Обязательно, чтобы обувь была удобная, чтобы не скользила. Потому что периодически встречаются скользкие камни мокрые. Еще говорят, что сюда лучше приезжать вечером, когда уже солнышко заходит. И этот огонь, типа, он такой особенный, прекрасный. И особенно загадочный. Здесь даже просто, если идти гулять, сама по себе дорога очень живописная. Короче, старайтесь приехать сюда вечером. И выбирайте, чтобы погода, чтобы была не дождь. Потому что, если будет здесь грязь, подниматься будет неудобно. В общем, друзья, вот так это все выглядит здесь. Прямо на скале. Короче говоря, выходят газы всякие разные. И сами по себе они воспламеняются. Их никто не зажигает, здесь не поджигает. Они сами по себе загораются. На самом деле тепло выделяет. Вот для меня загадка, почему древние жители здесь не сделали себе какое-то место, где бы они могли кушать, готовить. По легенде, конь Пегас затоптал здесь где-то химеру. И, в общем, это, типа, легенда, то, что она до сих пор, вот, даже после смерти никак не может успокоиться. И до сих пор вот из-под земли выходят вот эти вот языки пламени. Ну да, я думаю, если приехать сюда ночью, здесь будет намного круче, намного интересней. Даже можно попробовать что-то приготовить на этих огнях. Что самое интересное, что огонь может в любом месте где-то появиться. Может вот здесь появиться. Может здесь появиться, здесь появиться. И сам по себе он загорается. Когда начинает с атмосферой, с воздухом контактировать, он сам по себе загорается. То есть тут зажигалка, спичка, никто не подходит, не поджигает. И вокруг деревья зеленые. То есть тут давно пожара не было. Деревья не загорались. То есть парадокс. Горит огонь. Такой контраст. Горит огонь. Собака там. Повсюду зеленые деревья, камни. И прям чувствуется запах такой метана. Обгоревший склон горы. Там внизу храм Гефеста, если я не ошибаюсь. Ну и в общем это все на территории, наверное, одного гектара. Ну место однозначно уникальное. И прекрасное по-своему. Потому что вокруг зелень. Деревья растут. И вот здесь вот такая лужайка. С кострами. Дорога у нас будет вот так вот проходить сейчас. По над берегом. Возле моря будет проходить дорога. И дорога на самом деле здесь очень красивая. Потому что я помню, я в прошлом году ехал. Тоже вот в такое время вечернее. Возле моря. И в какой-то момент тоже начало резко темнеть. И я понял, что я лучше сейчас просто развернусь. А потом второй раз приеду сюда и проеду. Мне очень понравилась эта дорога. Если вы едете на запад, то вам лучше ехать туда утром. Ну в обед до вечера. До после обеда лучше ехать на запад. Если вы едете на восток, то туда в принципе лучше ехать вечером. Посмотрите, друзья, какой здесь красивый пляж. Очень большой. И к нему можно прям спуститься. Вот я там вижу очень много людей на караванах, на автодомах. Я где-то постараюсь найти метку. Оставить этого пляжа. Я думаю, летом здесь прям яблоку негде будет упасть. Но он такой широкий, массивный. И вода прям чистая, чистая, прозрачная. И вот наша дорога прям сейчас будет пролегать. Везде вот такие вот будут виды очень красивые. Если вы путешествуете самостоятельно на автодоме или на какой-то своей машине, обязательно его посетите. Здесь такие краски, прям вот такая земля красивая, разноцветная. Очень много людей приехали сюда на автодомах. Вот со своими мангалами. Со своими всякими разными причиналами. И вот, грубо говоря, они будут вот спать вот с таким вот видом прекрасным. С таким... С такой вот атмосферой здесь прям чудесной вообще. Что можно сказать? Короче говоря, я почти подготовил машину. И я вот планирую путешествовать, останавливаться вот в таких вот местах. Это каравайнерские такие площадочки. Сюда бесплатный въезд. Здесь тоже есть инфраструктура всякая разная. Вот есть дрова, душ, туалет, мусорные баки. Питьевая вода, по-моему, даже есть. И я подозреваю, что это все бесплатно. И на самом деле вот эти вот такие места, они очень атмосферные. Потому что они находятся прямо вот, получается, на берегу пляжа. Они здесь вечером веселятся там, жгут костры, играют песни, на гитаре поют. И все такое. Очень круто на самом деле. Вот в Турции очень любят путешествовать вот на таких автодомах. Это для бездорожья всякие разные внедорожники. И заезжать, где никто другой не может заехать, где нет никаких отелей, ничего такого. И останавливаться там. Вот здесь тоже возле скалы стоят автодома. Это все люди здесь будут ночевать, рыбачить и кайфовать. Он очень длинный этот пляж. Наверное, несколько километров. Я оставлю в Инстаграм обязательно метку названия этого места, названия этих всех кемпингов, названия всех этих пляжей. И если вы любите вот такие вот самостоятельные путешествия, это вот место, которое обязательно нужно посетить. Вам здесь понравится. Здесь все удобства есть для этого. Без шлема, без перчаток, без ничего такого. Это какой-то мопед обычный. Даже не мотоцикл. Давай, давай. Давай, давай. Магнели. Какой молодец. Давай, еще раз. Еще раз. Красавчик. Какой-то я вот так в Турции еду каждый день, то павлины, то кто-то будет на мопеде, на мотоцикле, то будет, я даже не знаю, что. Все. Вон там вот самолет разворачивается в небе. Проезжаем мы вот такой вот городочек, называется Финеке. И здесь вот такие вот милые дома. Прямо на скале, на возвышенности, на этом холме. С левой стороны, конечно же, море. А справа вот здесь вот живут люди. И сразу видно, что город не туристический. Очень мало иностранцев. В основном все турецкое, турецкие вывески. И, как правило, вот такие вот города, они самые такие атмосферные, самые душевные, где нет иностранцев. Да, это похоже на центральную часть города, потому что обычно Марина, она где-то в центре. Ну, прикольный такой городочек. В принципе, вон там Марина, причем Марина такая симпатичная. В принципе, если проезжаете мимо, даже можно было бы попробовать здесь остановиться. Да, там такие яхты даже стоят. Интересные, красивые. Много всяких разных кораблей красивых, дорогих, яхт. А и если ехать здесь ночью, то этого ничего не увидеть, ничего не посмотреть. А дорога классная прям. Вот так он называется в Финике, этот город. А мы едем в Демре. Еще 27 километров там надо. И здесь, опять же, очень много мест, где можно вот так останавливаться, фотографироваться. Я даже думаю, можно где-то здесь остановиться. Да, вот они останавливаются, любят вот так доставать свои стульчики. Сидеть на этих стульчиков. И Д-400, она практически вот по всей Турции вот так вот проходит. Туда на восток. По южной части Турции вот эта вот Д-400, она вот такая вот извилистая, очень живописная, красивая. И в основном она всегда возле моря проходит. Очень красивая дорога. И вот если будете ехать на восток, она будет вот так вот вам светить. Солнце будет светить. Это очень важно, выбирать время и направление. Здесь еще какой-то пляж. Конечно, здесь эти пляжи будут на каждом шагу. И люди вот рыбачат. Никто не купается. Ну, очень много рыбаков приходит. Прямо суточки рыбачат. Как хорошо, что я не болею вот этими всякими рыбалками, футболами. Но я вам могу сказать, что дурки, они тоже не очень азартные. Потому что вчера был, по-моему, финал. И никто не кричал, ничего не этот. Никак не волновался. Мы спокойно уснули, спокойно поспали. Без шума, без гамма. Вот 17-13. Сейчас уже солнце зайдет. И через час уже, наверное, эти дороги выйдут. Этот раз я взял гибридный автомобиль. Потому что я совсем недавно влюбился в гибридные машины. И я себе тоже купил машину для путешествий гибридную. И вообще, я понял, что после гибридной машины я, наверное, уже вряд ли буду ездить просто на какой-то бензиновой машине. Или дизельной машине. И я вот сколько использую эти машины, я в этом вижу только плюсы. Во-первых, самый главный плюс – это расход топлива. Вот мы сейчас в смешанном ритме путешествуем. Город, там, серпантин. Она расходует всего лишь 4 литра. Во-вторых, эта машина, она накапливает энергию в батарейку себе. И когда нужно эту энергию тратит. И, соответственно, она может работать от этой батарейки. То есть отопление, либо кондиционер может работать. Необязательно запускать двигатель. Плюс еще, когда мы спускаемся с горки, помимо того, что она накапливает энергию, она еще не стирает колодки. То есть она тормозит за счет рекуперации, за счет генератора. То есть она замедляется. Сейчас мы поднимаемся в горку. Она тратит энергию из батарейки. Еще ей двигатель помогает. Внутреннего сгорания. Сейчас у нас идет спуск, значит, здесь, с горки. И она накапливает всю энергию. То есть собирает батарейку. Очень практично, экономично. И вообще все, как я люблю. Еще плюс ко всему, если это будет полный привод машины RAV4 или, допустим, Highlander, эта машина будет очень хорошая проходимость за счет того, что электромотор, он дифференциал. То есть ему не нужно блокировать. И, короче говоря, там специальная система. Посмотрите, друзья. Какие здесь красивые места, бухты. Вообще завораживающие. Такие краски. Такой градиент вообще невероятный. И это вот просто где-то вот по трассе, вот мы просто едем и посреди дороги вот такое вот встречаем. Еще и собака. Да не бойся. У него хвостик, как у поросенка. КОНЕЦ КОНЕЦ